Всем привет, дорогие друзья! В фейсбуке спросила, где можно купить русскую, там, белорусскую или польскую книгу. Мне дали вот такое вот название такого магазина книжного. Давайте же пойдём и посмотрим. Магазин действительно огромный, людей очень-очень много. Магазин трёхэтажный. Сейчас я немножко осмотрюсь и всё вам покажу. Прекрасный, огромный детский отдел. Очень интересные книги стоят. На немецком пока что вижу языке. А также на втором этаже здесь находится вот такая вот читальня. Можно взять любую книжечку и посидеть, почитать, полистать. Есть книжки не только для развлечения, но и для обучения. Гимназия написана. Шуля, школа, разные предметы. Физика, вот пятый, восьмой класс. Также много всяких настольных игр. И смотрите, моя любимая серия Гарри Поттера. Скажу откровенно, обожаю Гарри Поттера. И везде, где вижу какие-то отделы с тематикой Гарри Поттера, обязательно всегда смотрю. Блин, смотрите, какие классные. Мечтаю прочитать на английском Гарри Поттера. Вот. Смотрела Дулингуа. Ну, двухязычные книги Гарри Поттера. Но они у нас, по крайней мере, очень дорогие. Смотрите, сколько много. Ну, я все прочитала Гарри Поттера уже и вот эту последнюю книгу. Обожаю такие отделы. Кто не смотрел... О, смотрите, какая огроменная. Стенная. О, боже мой. Другой формат книги, необычный. Посмотрите на моем канале. Есть тоже отдельный магазин. Обзор отдельного магазина именно с Гарри Поттером. Там и палочки, все, что угодно. Очень много всяких принадлежностей. И именно с Гарри Поттера тематикой. Так, ну что, мы идем дальше, потому что мы идем искать русскую, белорусскую, польскую литературу, чтобы можно было бы почитать на досуге. Абсолютно шикарный магазин, чтобы отвлечь детей наших от телефонов. Но, конечно, нам не мешало бы еще и посмотреть цены на эти книжки. Сейчас будем разбираться именно на примере наших каких-то более понятных книжек. Ничего себе, даже нашла книжку Арнольда Шварценеггера. Be useful. Будь полезен. Так, магазин А3, это же. Так, так, так. Сейчас разберемся здесь про Европу книжечки. Так, про Германию. Но наша задача найти что-то, чтобы мы понимали. Большой отдел с календарями. Но, если честно, я уже немножко заблудилась. О, книжка про Илона Маска. Или Илон Маск написал. Не знаю. Короче, спросила у работника магазина. Есть обучающие книжки там. Ну, дикшенари, словари, всякое прочее. И всего лишь вот столько украинских книжек. Про русские, белорусские, польские я уже не говорю. Потому что их нету. Ну, конечно, я немножко разочарована. Такой огромный магазин. И, увы, и ах, ничего не найти, почитать. Кстати, странно, что на польском ничего нету. Все же европейская страна. Испаниш, итальянеш. Ну, конечно, здесь в основном английские и немецкие книги. Кто знает эти два языка, то здесь, конечно, раздолье. Давайте все же посмотрим насчет книг. А насчет цен, вернее. Вот что посмотрим. Давайте тогда рассмотрим цену именно на Гарри Поттере. Смотрите, допустим, вот такая огромная книга. 13,49 евро. 13,50. Ну, по-моему, классно. У нас Гарри Поттер гораздо дороже. Это вот на английском языке я смотрю. Так. 13,50. Любая книжечка Гарри Поттера на английском языке. Класс. Я обязательно куплю себе, потому что... Сейчас дочитаю свою книгу, которую я сейчас читаю на английском. И обязательно куплю себе. У меня замечательный стимул быстренько дочитать то, что я сейчас читаю. Ну, уже вот книжка Волшебники Самка Ос. Смотрите, она такая в твердом переплете, с закладочкой. Бумага уже другого качества. Она стоит дороже. 22 евро. Я все смотрю на английском языке. Какая прикольная радуга. Много из всяких таких интересных прибамбасиков. Фасольки. Кстати, для выращивания я когда-то ездила в поездку в Китай. И покупала такие фасольки с пожеланиями. Там, правда, были иероглифы. И все, они выросали прекрасно. И, кстати, очень интересно их подарить детям. Во-первых, им интересно выращивать. А во-вторых... Что во-вторых? О, смотрите, маленькая библия такая. И обожаю всякие органайзеры интересные, красивые. Но здесь они стоят 12 евро. Точно так же, практически, как книга Гарри Поттера. О, смотрите в окошко. Здесь ярмарка рождественская новогодняя. И каток. Сейчас пойдем посмотрим. Кофейня, где люди тоже могут посидеть, почитать книжечки, подключиться к интернету, отдохнуть, обдумать, что им хочется купить. А это дневник папы. Дневник мамы. Мамы и папы. Заметно, что ждет малыша явно. Маленький принц. Недавно, кстати, прочитала его. Освежила в памяти. Так, 7 евро. В принципе, цена на книги нормальная. И отдел для тех, кто любит правильное питание. А, смотрите, какая сумочка вышитая с редисочкой, с клубничкой. Супер. Красивая. 20 евро стоит. Ну, классно. Ну, конечно, это машинная вышивка, но здорово. И смотрите, как здесь оформлен отдел вот такими вот манекенчиками. Ну, то есть за здоровый образ жизни. Они стоят в разной позе. Замечательный, конечно, магазинчик. Очень мне нравится. Смотрите, есть такие уголки, где можно просто посидеть в мягком креслице, почитать. Так, и я сейчас кое-что сниму, чтобы не забыть, что мне очень понравилось. Так, так, так. Очень много всяких настольных игр, кстати. Пазлы. Все для развлечения. Головоломки. Так, так, так. А мне... Ага. Ну, я очень люблю про всякие существа, про всякие такие сказочные. Мне очень понравилась книга, серия книг на английском языке. Поэтому я полистала очень легко для чтения, хоть у меня английский. На таком себе уровне. Я не учила в школе английский. Вот, но... Вот, вот-вот где-то здесь. One of us is next. Один из нас есть один. Следующий один из нас есть ленивый. Вот. Из этой серии. Очень легко я так посмотрела. Легкие слова. Такая лексика замечательная на английском языке. Так что у меня большой-большой-большой соблазнен. Именно дочитать свою книгу и начать что-то читать новое. Ну, вообще, конечно, очень приятно было побродить по этому магазинчику. Если честно, даже просто побродить. Даже просто полистать книги. Даже просто посмотреть на людей. Людей довольно-таки много. Но здесь не факт, что все читают. Потому что здесь много еще сопутствующего товара. Манго. Кто любит манги? Ну, японские какие-то книжечки. Злостный кот. Наруто. Закладки. Короче, классный магазин. Смотрите, какие прикольные закладочки из кожи для книжечки. Правда, 8 евро дороговато. Но прикольно. И еще мне понравилась вот эта серия книг. Iron Fame. Тоже на английском языке. Про дракона. Все, как я люблю. Короче. Так, сколько она стоит? Ду-ду-ду-ду. Так. 23 евро. Для такой огромной книги, мне кажется, недорого. Есть книги в другой обложке. Подороже. О! Смотрите, как красиво подарочно оформлена книга. Супер. Обалдеть. Короче. Кто хочет, чтобы я прочитала Гарри Поттера в оригинале на английском, принимаю донат. На этом все, дорогие друзья. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Буду ждать ваши реакции. Как вам такой магазинчик? Понравился ли мой обзор? И купили бы вы здесь что-нибудь себе почитать? Ну, а я продолжаю прогулку. Здесь есть коток, здесь есть рождественская ярмарка. Кusка. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...